10 тысяч лет до нашей эры. Конец последнего ледникового периода. Человечество на грани исчезновения. В этом диком и жестоком мире у наших предков было два пути. Адаптироваться или умереть. Вот что ждет нас в Far Cry Primal, новой игре Ubisoft из знаменитой серии Far Cry. Игроки попадут в каменный век в то самое время, когда вершилась судьба человечества. Когда решалась, выживем ли мы. Возвращение в каменный век. Мы хотели создать первый Far Cry. Изначальный Far Cry. Игру, которая отбросит все, что было раньше, которая вернется к самым основам Far Cry. Вы окажетесь в начале времен на заре человечества, пытаясь понять, как выжить в этом жестоком мире. Думаю, все получилось именно потому, что это простая и очень мощная идея. И как только вы начинаете исследовать, все связывается само собой. Именно этим мы и занимаемся в Ubisoft. Мы реалисты. Мы создаем игры. Для нас это главная суть в том, чтобы создать целую вселенную, которая будет жить своей жизнью. Мы провели серьезные исследования. Моей задачей был подбор экспертов для команды. Мы работали с историками, лингвистами, антропологами. Все для того, чтобы узнать как можно больше о той эпохе и точно отразить ее. С помощью антропологов из Монреальского университета Могила команда разработчиков решила перенести действие игры в каменный век в Мезолит в то время, которое сейчас известно как Карпаты в Восточной Европе. На исходе ледникового периода это место стало цветущим краем, полным жизни. Там встретились племена из Месопотамии, Северной и Западной Европы, мигрировавшие в поисках ресурсов. Это стало идеальной основой для игры о каменном веке. Доисторическая эпоха, особенно Мезолит, это время первых столкновений. То самое время, когда люди впервые начали сражаться за место под солнцем. Действия Far Cry Primal разворачиваются в Урусе, огромной долине, где игроку предстоит встретиться с различными племенами. Каждая из этих племен – важная ветвь человечества в доисторическую эпоху, со своей культурой и своими верованиями. Винджа – племя охотников и собирателей. Они круглый год мигрируют по Европе, следуя за источниками пищи. Но попав в Урус, полный животных и растений, они начали вести оседлую жизнь. Изила – самое развитое племя с почти тысячелетней историей, пришедшая из Месопотамии. Изилы уже освоили земледелие и орошение. Они считают себя настолько развитыми, что стоят выше остальных племен. Они начинают захватывать в плен Винджа и Удам, чтобы те трудились на них. В некотором смысле и Изила – первые рабовладельцы. Исследуя ту далекую эпоху, команда разработчиков Far Cry Primal наткнулась на еще один путь, вдохновивший их. На протяжении всей истории человечества встречались аномалии. Группы, которые развивались в полной изоляции сотни, а то и тысячи лет. В игре воплощением такой группы стало племя Удам. Чтобы выжить, они стали искать себе пару только внутри племени, что и поставило их на грань вымирания. Удамы сами не понимают, что с ними происходит, так что они ищут лекарства, что-то, что спасет их. Они рыщут по Урусу, пожирая людей в надежде на то, что это сделает их сильнее и поможет найти исцеление. Игры серии Far Cry всегда были связаны с экзотическими местами и странными персонажами, но в то же время они достоверны, и язык играет в этом важную роль. Мы хотели, чтобы персонажи говорили на языке, который мог быть в ходу в то время. Так что мы обратились к экспертам, которые помогли нам воссоздать язык. Мертвый вот уже 12 тысячелетий. На протоиндоевропейском языке люди говорили тысячи лет назад. Он стал прародителем многих современных языков, в том числе английского, испанского и русского, а также и древних языков, латыни, греческого, санскрита. Ряд слов протоиндоевропейского языка был известен, другие нам удалось воссоздать. Например, вода на этом языке водр, а брат брахтер. Как мы это узнали, изучая те языки, от которых сохранилась письменность, и те, на которых говорят сейчас. Что же они рассказали нам? Вот, например, слово брат на английском brother. На латыни frater. В греческом есть слово фрахтер, обозначающее члена тайного общества. На санскрите брахтер. На основе этих знаний можно найти и слово предка. Что-то вроде брахтер. Иногда мы сталкивались с проблемами. Не все протоиндоевропейские слова получалось реконструировать. Известно около 20 корней для глагола «сиять», но мы не знаем, как на этом языке звучало «да». Чтобы выяснить это, мы задумались, а как бы я выразил согласие, и пришли к мысли, что это должно быть выражение, похожее на «это верно». На протоиндоевропейском получается что-то вроде «гэстоун хэсти». Каждый из трех племен Far Cry Primal говорит на своем варианте протоиндоевропейского языка, который отражает их верование, общественное устройство и познание об окружающем мире. Для Винджи мы хотели воссоздать язык, который был предком протоиндоевропейского. Мы обратились к ряду древнейших особенностей протоиндоевропейского языка, которые в итоге стали основой языка не только Винджа, но и Удам. А не идти к Токару, идти видеть хозяина зверей. Ул может скормить тебя, Удам. Разработчики рассматривали племя Изила как более развитое, так что мы решили, что их язык должен стоять на следующей ступени развития. Он сражаться огнем, как Изила. Он мечтать стать, как мы. Мы знаем, что некоторые звуки протоиндоевропейского языка тяжело произнести носителям современного английского или французского. К тому же нам нужен был достаточно простой в изучении язык, чтобы актеры, озвучивающие Винджа или Изила, просто говорили, не заучивая строки наизусть. Актеры изучали значение каждого слова, изучали грамматику этих языков, чтобы свободно на них разговаривать. Актерам было непросто вжиться в роль, понять своих персонажей, ведь в те времена не было, к примеру, современного языка тела. Чтобы решить эту проблему, мы обратились к специалистам и попросили их воссоздать движения и реакции древних людей. Под их руководством мы начинали запись с разминки и репетиций. Актеры учились ходить и дышать, как их персонажи, искали соответствующий тому времени центр тяжести. Нам пришлось научиться держать свой центр тяжести ниже привычного, чтобы двигаться как древние люди. Мы учились по-другому делать самые привычные вещи, все те жесты, о которых обычно даже и не задумываешься. Я убеждала Фути, нашего режиссера, пожалуйста, умоляю, можно я устрою для наших актеров урок с полным погружением? Я хотела, чтобы они по-настоящему почувствовали то, как они говорят, чтобы они практически жили в этом мире. В первый день, когда актеры еще не представляли, что мы будем делать, они думали, мы начнем с изучения основ. А я устроил им действительно полное погружение. Скоро она сжечь весь урус! Для меня это было настоящее испытание, я никогда не делал ничего подобного. Я никогда не озвучивал игру на другом языке, особенно на языке, которого никто не знает. Ты актер, все, что ты хочешь, это прийти и сделать все, что нужно. Ну, знаете, просто отлично поработать, как всегда, чтобы бах и готово. Тут так сделать было нельзя. Нам пришлось учить язык, учиться даже двигаться по-другому. Я заставляла их говорить друг с другом, задавать вопросы на языке Винджа, рассказывать друг другу о своих персонажах. И да, актеры поняли, что должны делать. После наших уроков, после того, как стали кричать на языке Винджа, было просто потрясающе видеть, как актеры живут и дышат этими репликами, самим этим древним языком. Что значит первобытный? Как нам вернуться к своим корням? Ответы на эти вопросы сложные, удивительные и просто завораживающие. Потребовалась совместная работа режиссеров, художников, программистов и актеров, чтобы понять образ мыслей людей каменного века, начать думать, как они, чтобы возникали идеи, которые помогли вернуть этот древний мир к жизни. Исследовать мир людей, живших 12 тысяч лет назад, оказалось невероятно интересно. Не так уж сильно они отличались от нас. Они погребали своих мертвецов. Они учили следующие поколения всему, что видели. Они экспериментировали, и они были уже очень похожи на нас. Я думаю, что мы и все человечество привыкли жить прошлым и будущим, что мы часто упускаем то, что происходит здесь и сейчас. А вот первобытным людям приходилось жить именно настоящим, ведь мир вокруг был полон опасностей. Ты понимаешь, какой простой и в то же время хрупкой была жизнь в то далекое время. Люди не часто доживали даже до 30 лет. Это действительно суровое время. Думаю, наша игра поможет понять, как быть ближе к природе, как быть человеком. Субтитры создавал DimaTorzok